Иверский женский монастырь Донецкой епархии расположен недалеко от поселка Веселого и Донецкого аэропорта. От былого величия обители мало что осталось. После прошедших здесь боестолкновений, осколки снарядов изуродовали храм и уничтожили почти все постройки на подворье. Но сейчас, благодаря труду шести насельниц обители, во главе с настоятельницей и неравнодушных людей, монастырь начал возрождаться. Как могут, помогают обители и белорусы. Руководители инициативной группы помощи Донбассу, писатели Николай Гаврилов и добровольцы, совершают поездки на Донбасс, передают собранную помощь пострадавшим жителям и монастырю. Подробности в материале наших белорусских коллег. Иверский женский монастырь расположен в 200 метрах от Донецкого аэропорта. Даже сегодня в районе неспокойно. Нередко вспыхивают бои, стреляют танки. Но к такому положению дел насельницы Иверского монастыря уже привыкли. Возрождение монастыря началось с молитв. В обители регулярно совершается чтение кафесты Иверской Божьей Матери, во время которого верующая просит Богородицу о помощи, о прекращении боевых действий и возрождении обители. Совершаются и крестные ходы. Игумени и насельницы монастыря верят, что начало литургической жизни в монастыре станет символом возрождения не только обители, но и всех пострадавших от боевых действий городов и сел Донбасса. Самый главный такой, ну один из главных вопросов, что все люди узнают, что служба. Это автоматически означает, что закончилась война. В результате боевых действий монастырь сильно пострадал. Сохранилась лишь алтарная часть храма. После в храме еще был и пожар. Но населенцам удалось спасти главную святыню обителей, чудотворную икону Божьей Матери Иверскую, написанную на Афоне. Икона была, слава Богу, спасена. Она осталась целой. Также вот все, что находилось в храме, ничего не пострадало. Все успели вывезти. Основная часть физической работы по уборке помещений обители лежит на плечах насельник. Им помогают волонтеры из разных приходов Донецка. С Божьей помощью и стараниями неравнодушных людей удалось убрать территорию обители и сам храм. Вывезти немалое количество мусора. Последствия боевых действий. Мы всегда приезжали, даже когда здесь были боевые действия. Потом, когда стало более-менее спокойно, ну, относительно, конечно, когда можно уже было что-то делать, начинать какие-то уборку территории, храма, уже нашлись люди, которые приезжали постоянно, каждый день. Это было 3-4 человека, 5. И мы потихонечку начинали выносить мусор отсюда, разбирали паперть вокруг монастыря. Монастыря выводили порядок. Это ж хозяйство Царицы Небесной. Здесь надо поддерживать порядок. Иначе, если это не надо нам, оно не надо никому. Первое после большого перерыва богослужения в обители состоялось 25 февраля этого года, в день престольного праздника. Это исторический торжественный день для Донецкой епархии, населец и прихожан монастыря. Несмотря на разрушенную крышу и стены, холодную погоду и порывистый ветер, храм был буквально переполнен молящимися. Литургия – это, наверное, вся цель, к тому, к чему мы стремились. И Матерь Божия вознаградила нас за наши труды. Матерь Божия сама все управляла, потому что как-то так и хор весь съехался, и люди нашлись, и Николай нам очень помогал. Я не ожидала, чтобы был полный храм. С наступлением осенне-зимнего периода обители необходим рубероид и брус, для того, чтобы закрыть крышу и чтобы верующие могли молиться в храме. В настоящее время здесь ведутся работы по проектированию нового комплекса монастыря. В конце сентября будет готов эскизный проект, сделанный белорусским архитектором Дмитрием Остраумовым, который приезжал с волонтерами на Донбасс. Населецы и прихожане не сомневаются в успешном результате работы. С Божьей помощью возможно все. Информационный портал Собор Бай для православного телеканала «Союз».